МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Федеральный судья Борис Райкис. Забинков защищал свою семью. Подсудимого освободили в зале суда. Ночь с 20 на 21 сентября Александр впервые за один год и без двух недель пять месяцев провел дома. Мы встретились с ним в первое утро свободы. Поздравляю! Ожидали, надеялись. Я в это верил всегда. И в первую очередь хотелось бы сказать, что все поздравляют. Конечно, да, то, что освободили, это хороший исход дела. Но прежде всего хотелось бы сказать слова благодарности судье. И то, что в таком сложном деле, я считаю, законную точку поставить мог только профессионал. Это не только заслуга нас всех, общества. И считаю, что в первую очередь это огромное спасибо, хотелось бы сказать, Борису Самуиловичу. Это прежде всего его заслуга. То есть, что он разобрался и пришел к законному исходу событий. Не то, что кто-то из себя герои делает, что на участок попали. Нет, это прежде всего в моих глазах, безусловно, трагедия. То есть, как бы дело не закончилось, с этим теперь нужно как-то жить. И для меня это так же, как для родственников, тех, кто погиб в этот день, для меня это так же тяжело. Трагедия разыгралась 2 мая 2020 года. В тот день в дом Александра Забинкова в селе Михайловском собрались гости. Повод – день рождения супруги Александра, Марина. Пришли самые близкие – семьями с детьми. Вы думали, что как-то могло быть все иначе. Вот вы мне тогда говорили, что даже вы не помните, вот иногда это было доля секунды. Ну, год и четыре, 2 октября было бы год и пять месяцев, как я находился в СИЗО. И я, безусловно, первое время даже вообще не понимал, где я нахожусь после всего произошедшего. Когда я это вспоминал, я сам для себя порой думал, как вообще такое могло произойти. В принципе, такая ситуация на ровном месте. И единственный раз в жизни я оказался в такой ситуации, и получился такой исход. И я просто в каком шоке я находился, я не знаю, как это передать словами и вообще рассказать за такую ситуацию. Просим Александра показать, где случилась трагедия. На окраине участка раскинули шатёр для гостей. А вот калитка, через которую заходили близкие. И через эту же калитку к вам пришли незваные гости? Да. И открыв калитку, вот здесь стоял автомобиль. И когда я увидел, как выходят люди, я сфотографировал номер этой машины. И в руках у человека увидел, как на тот момент мне казалось, бейсбольную биту. И я на следствии говорил, что это бейсбольная бита. Сложилось так, что это черенок от лопаты. Но так как было темно, я воспринимал, что это бейсбольная бита. И решил увезти ребёнка своего и пошёл вот тут. Ну, на тот момент вот это дерево было маленькое. Как вот получилось, что я пошёл вот с этой стороны, я сам для себя не понимаю. Мы всегда ходим тут. И я оказался между вот этой сушилкой и забором. А человек, который бил меня, оказался с этой стороны. И за какой-то из моментов я ребёнка выпустил. И она вот почему-то побежала в сторону, вот сюда. Я вот так вот через нападавших пробежал. И в этом месте, где стоял стол, взял со стола нож и брал его не с целью кого-то ударить, а с целью напугать нападавших, если меня кто-то снова будет сбивать с ребёнком. И когда я взял этот нож, я повернулся, а вся масса людей уже была вот тут. И в том числе и дети. То есть они все располагались вот здесь. Вот здесь уже? В этом месте, между углом дома и сарая, я схватил ребёнка, запрыгнул на крыльцо, на вот это. И буквально закинул ребёнка в дом. И когда я спрыгнул с крыльца, то я увидел, как здесь лежит Васильев. У него голова разбита. И на тот момент в моих глазах этот человек был уже мёртвый. И над ним стоит моя супруга с ребёнком. И в тот момент я знал, что этим людям без разницы, кого бить. Потому что мгновениями ранее они избивали также меня, несмотря на то, что у меня на руках ребёнок. И вот в этом месте всё это и произошло. И калитка, как вы видите, она, если не защёлкнута на засов, она всегда в открытом положении. То есть я, подходя к калитке, за калиткой увидел лежащего мужчину, который ранее мне был незнаком. Увидев лежащего человека, Саша сразу позвонил в полицию и вызвал скорую. После этого домом стал следственный изолятор. На долгие полтора года. Дочь Веронику увидел только на фотографии. Он каждый раз писал, что какая она уже большая, она меня, наверное, забыла. Она, наверное, не помнит. А она каждую секунду его вспоминала. И папа, папа, мам, когда папа придёт? Мам, когда папа, когда... Почему эти дядьки, говорит, злые появились у нас в деревне? Ребёнок засыпает, и это он меня спрашивает. Я хочу в очередной раз всем сказать огромное спасибо, кто был не безразличен к этой ситуации, а кто оказывал поддержку, на самом деле, в моих глазах, это от дорогого стоит вот такое отношение общества. И на самом деле на протяжении всего этого времени я чувствовал эту поддержку. И как бы... Я знал, что я не один. Продолжение этой криминальной истории смотрите завтра в патрульной службе. Продолжение следует...